Фух, ну и начнём с самого первого ингредиента, конечно же, спутавшаяся нить. Поехали, 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 та-там, саду ягодка, поехали, поехали, та-там, получилось. Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами я Рома, и добро пожаловать в дюжинном приключении профсерима, смеси на том, что автоматизировали дополнение к моду Форестри под названием Джендастри, и в итоге у нас просто громадное количество пчёл. Помимо этого, мы ещё и прокачали вот этот скилл наполнения до 23 уровня, и в скором времени, когда мы его докачаем до 70-го, сможем пройти к новому приспешнику. Приспешнику бога, конечно же, и на самом-то деле это ещё не всё, в прошлой серии мы наконец-то полноценно, это ключевое слово, полноценно начали готовиться к смерти. То есть, если прямо сейчас посмотреть мой инвентарь во все сундуки, то мы сможем заметить то, что у меня в принципе хватает абсолютно всех ресурсов, которые нужны, кроме одного, и эта штуковина называется настой преследующего духа. Крафтится, как вы, наверное, понимаете, очень даже тяжело, и нам нужно, насколько я помню, всего лишь 5 таких штуковин, но мы скрафтим как минимум 9. Почему 9, спросите вы? А, я на самом деле не знаю, просто так на прозапас. И, как вы, наверное, знаете, делается это всё в мире духов, то есть в собственном сне. Короче, я вас, конечно же, особо томить не буду, просто возьму, соберу все вот эти вот вещи и пойду в мир духов. Спасибо большое за то, что подождали, в итоге абсолютно все вещи я сложил в эндорбэкпак, сами можете на это посмотреть, и мы берём наш настой сна и просто пьём. Я надеюсь, что у меня всё получится, и с первого раза я попаду в нормальный мир. То есть в мир духов, конечно же. Ну что же, раз, два, три! Та-та-та-там-та-там! Всё получилось с первого раза, и я действительно в мире духов, но на самом деле без шейдеров здесь играть как-то не камильфо, поэтому, конечно же, врубаем и продолжаем. Очень сильно волнуюсь, потому что мне что-то подсказывает, что якобы у меня ничего не получится. Ладно, в любом случае, давайте пересмотрим. Абсолютно все вещи у меня есть, кроме, внимания, колбочек, ай-яй-яй-яй-яй! Так и, конечно же, так не пойдёт. 9 пузырьков мы скрафтили, и сейчас выкинем какие-нибудь ненужные предметы. Например, сера, каменный меч, и вроде как всё достаточно. Хух, ну и начнём с самого первого ингредиента, конечно же, спутавшаяся нить. Поехали, 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 татам! Саду ягодка, поехали, поехали, татам! Получилось! Ровно 9 штук у нас получилось, и что же мы прямо сейчас делаем? Правильно, тупо умираем, потому что здесь нам больше делать тупо нечего. Аааа! Та-та-та-та-та-та-та! Два с половиной сердечка, ну ты серьёзная? Хух, всё, всё получилось, всё хорошо. У меня, получается, остаётся 2 настоя сна. Давайте куда-нибудь вот сюда вот положим, и у меня также остаётся 9 настоя преследующего духа. И прямо сейчас мы должны всё это использовать ради чего? Правильно, ради того, чтобы сделать какой-то другой настой. А если быть точнее, то концентрированный страх нам понадобится. И, как вы, наверное, помните, понадобится ровно 5 штук. Так, подождите, а это что такое? Настой пустых слёз, пустых слёз и загаданное желание. Ого! Понятное дело то, что, скорее всего, нам это не понадобится. Но-но-но-но-но-но-но, подождите-ка, я ещё кое-что забыл. Тут же понадобится какое-то купоросовое масло. Ё, оперный театр окрафтится оно. А, оно оказывается супер просто. Получается, всё, что мне сейчас нужно делать, это ждать, пока вот этот вонючий дым, целых 5 штуковин, переделывается в то самое купоросовое масло. О-кей. О-не-не-не-не-не-не-не, подождите-ка, я совсем забыл. Пока у нас всё это дело создаётся, у нас есть ещё супер-пупер важная задача. Нам нужно сделать захватчик душ. Это же та самая штуковина, которая позволит нам захватить либо призрака, либо полтергейсты, либо банши. Короче говоря, нам это нужно скрафтить. Причём не одну такую штуковину, а целых 15. Но нам дико повезло дело в том, что захватчик душ крафтится, ну, мега-супер-пупер просто. Тра-та-та-там, та-там. Действительно, как я и говорил, супер-пупер просто. То есть можно создать в обычном инвентаре. Это, конечно же, мы забираем, никакой ачивки не получаем. Но-но-но-но-но-но, я должен показать, как это работает. То есть, смотрите, пусть Хоп-Гоблин будет призраком. Мы по нему нажимаем правой кнопкой мыши и... Та-дам, захватчик душ просто взял Хоп-Гоблина и всё. Точно таким же образом нам надо будет захватить абсолютно всех полтергейстов, призраков и так далее. Так, всё, Хоп-Гоблин, иди в жопу. Почему же нужно всех их собрать воедино, спросите вы? Да, дело в том, что мне потом надо будет абсолютно всех этих 15 монстров заточить в одно единственное пугало. Так что лучше, конечно же, чтобы нам было тупо проще, мы будем это всё запечатывать в захватчик душ. Конец. Начнём мы, пожалуй, с призрака. Итак, давайте вспомним, что нам понадобится. Горькая полынь, шерсть летучей мыши и могильный прах. Всё это умножаем на 5 и получаем всего по 5. Так-так-так, могильный прах, я точно знаю, как создаётся. Тут понадобится спектральная пыль и, по идее, всего понемногу, типа, костной муки и мутандиса, без проблем. Хо-хо-хо, все ресурсы собраны, смотрите. Могильный прах, горькая полынь и шерсть летучей мыши. То есть, смотрите, что мы сейчас делаем. Раз, два, три, четыре и огни вам зажигаем. По идее, прямо сейчас перед нами должен появиться призрак. Но, внимание, нам нельзя сделать так, чтобы он ко мне подошёл, потому что он пробивает броню и он меня может убить. Так, давай-давай-давай-давай, появляйся, чёрт подери. Как же долго мне тебя нужно ждать, призрак, чёрт подери. На этот раз я, конечно же, тебя не пропущу, потому что я буду... Опа-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Привет. О, тебе какой красавец, смотрите, захватили мы его в захватчик душ. Ай-я-я-я-я, не получится у тебя отсюда выбраться. Посиди где-нибудь здесь, а мы приступаем к следующему. Реально интересно убедиться, этот призрак точно пробивает броню? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, ё-моё, я чуть не умер, капеец. Последний призрак, который должен был попасть в мои ручонки, попал в мои ручонки, вы только посмотрите, у меня 5 захватчиков души, кстати говоря, они никаким образом не стакаются Так, ладно, сейчас мы особо не будем говорить о том, что стакается, а что нет, мы приступаем к следующим кричащим созданиям И крафтятся они с помощью горькой полыни, концентрированного страха и могильного праха То бишь того, что у меня уже есть, и я надеюсь, что вот эти банши или баньши, как их там толком называют, они не будут бить меня через броню, пожалуйста Просто проблема этих самых кричащих созданий заключается в том, что они бьют на расстоянии с помощью собственного крика Погнали, чёрт подери, прямо сейчас абсолютно все ресурсы собраны И давайте, давайте посмотрим на это, опять же, кричащее создание, как долго ты будешь вызываться, мне интересно Пожалуйста, побыстрее, мне надоело ждать, давай, считаю до трёх Три, два, один, и ты вызываешься, ну какого чёрта? Ай-яй-яй-яй-яй, здравствуйте, а вы мне сейчас ничего не делаете, но я думаю, что вс... Ааа, господи, какая ты страхолюдина-то, а! Пипец, вы только посмотрите, как быстро убывают у меня сердечки Она действительно бьёт на расстоянии Как? Как? Вот скажите мне, как я буду вызывать их целых пять? То есть вы, наверное, понимаете то, что абсолютно всех этих монстров мне в один момент придётся вытащить на улицу Я даже не знаю, как выглядят, например, те же полтергейсты Просто я что-то типа такого читал на Вики Полтергейсты полностью невидимы, и их можно увидеть только с помощью какого-то специального зрения Ну что же, я всё что-то порыскаю, опять же, на Вики А пока что мы продолжаем запечатывать вот этих кричащих тварей Увидимся через раз, два, три Ту-ту-ту-тум-ту-тум, абсолютно все существа собраны И получается всё, что мне осталось, это вызвать пять полтергейстов Но, внимание, опять же, для того, чтобы их увидеть Нам понадобится сначала скрафтить какое-то непонятное зелье И о нём я сейчас даже прочитаю Ага, Вики я даже не обращался Мне помог Андрей, тот самый, который переводит мне моды Спасибо ему огромное И в итоге, благодаря ему, я понял то, что понадобится настой открытий Крафтится за один присест целых три штуковины И на самом деле крафт, ну мега супер-пупер простецкий Вы только посмотрите Морковка, грибы, какой-то паучий глаз Самое сложное, это зелье ночного зрения Конечно же, мы не промах Просто берём и создаём Увидимся через раз, два, три Пока я создавал вот это зелье ночного зрения Я вот что вспомнил У меня закончилась мистическая пыль Следовательно, мы прямо сейчас не сможем создать полтергейстов Потому что у меня, опять же, закончилась мистическая пыль Как бы, как эта проблема решается, спросите вы Да без проблем Мы берём вот эту вот тартану Которая зачарована на пять остроты Пять прочности И добычью три И идём убивать огромное количество скелетов Ааа, веселуха Убиваем, выбиваем Да ладно Сразу с первого выпала спектральная пыль Прикольно Так я, может быть, сразу и со второго Да ладно, со второго сразу выпало Чё это мне так везёт-то, да вы серьёзно Да ладно, с третьего Чё происходит Какого чёрта мне так везёт Вот, не выпало Вот это я люблю, когда ничего не выпадает Обожаю просто И вот сейчас ничего не выпало Спасибо огромное снова за то, что подождали В итоге я уже сделал себе пять могильного праха Но-но-но-но-но-но На этом наши познания в вечере не заканчиваются Дело в том, что прямо сейчас мы сделаем себе вот такие вот наушники А ну-ка, давайте все вместе вспомним Какой монстр меня несколько минут назад бил криком Ну-ка, 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 правильно Та самая банши или банши Я так и не понял В общем, нам понадобятся наушники Благо, хоть что-то в этом моде создаётся нереально просто Спасибо большое Никакой ачивки Да ё-моё, вечери Ну что ж, что так Я думал, хоть какую-нибудь ачивочку даши Давайте, наверное, сразу тупо возьмём и наденем А, качает мой зяка Окей, ладно, не об этом сейчас Давайте проверим, банши меня действительно будет бить или нет Мы забираем, по идее Вот он, захватчик души Давай-ка, бей меня, бей меня полностью У тебя ничего не получится Ааа, я ничего не слышу Да ладно Ну-ка, давайте снимем наушники Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Кричит Я надеваю наушники И ты ничего мне не делаешь Проблему У тебя проблема А рот-то, кстати, красивый Хух, ладно Минус проблема Это, конечно же, всё замечательно А мы продолжаем создавать тот самый настой прозрения Открытий Называйте как хотите Короче говоря, полтергейстов надо видеть Ооо, да ладно Вы только посмотрите Когда мы хоть что-то делаем в Майнкрафте Мы теперь вообще ничего не слышим То есть даже если травушку-муравушку ломаем Ничего не слышно А всё потому что на нас были надеты наушники Это реально очень крутая модификация Потому что, смотрите, я снял И теперь я абсолютно всё слышу Пипец Вот за такое я реально уважаю авторов мода Потому что я такого не видел нигде Вот просто ни в каком моде Ребята А я тупица тупая Оказывается, для полтергейстов Не понадобится могильный прах Да, всё так просто То есть действительно он тупо не нужен Почему я подумал то, что он понадобится Я честное слово ума не приложу Но надо было на самом деле Перед всем этим проверить информацию Оказывается, нам понадобится Абсолютное зло Загаданное желание И также горькая полынь Как же прекрасно то, что это загаданное желание Создаётся вместе с этим концентрированным страхом То есть действительно у меня это всё уже присутствует И сейчас нам нужно лишь сделать Пять абсолютного зла Получается так? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ничего себе, как это создаётся, это тяжело Ну благо у меня все ресурсы есть Поэтому сейчас будем снова ждать Ждать и ещё раз ждать Боже мой Пока у нас тут всё это дело создаётся Давайте проверим А что такое настой пустых слёз? Дело в том, что мы получили их целых 40 штук И мне действительно интересно Мы кидаем под себя И ой-ой-ой-ой-ой Серьёзно? Это слёзы Это самые обычные слёзы Типа водички, да? Ну-ка, попробуем кинуть это куда-нибудь в воду И в итоге Да лаадненько, это не смешивается То есть вот они слёзы, а вот обычная вода И вот ещё слёзы, ещё, ещё, ещё Хорошо, это не так уж интересно Мы продолжаем ждать пока создаться, раз, два, три Такие стоп, беру свои слова обратно Я совсем забыл то, что мы не сделали себе зелье про зрение Поэтому мы кидаем морковку, кидаем зелье ночного зрения Ля-ля-ля-та-па-ля И в итоге получаем то, что нам нужно По крайней мере я сам на это надеюсь Раз, два, три и ну-ка, 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 да Нас то открытие три штуки, а мы сейчас создаём ещё шесть Всё, ребят, мы абсолютно все ресурсы собрали Мы молодцы, но внимание Перед тем, как вызывать абсолютно всех полтергейстов Я возьму и сооружу здесь какую-нибудь стену Так как я не хочу тратить на каждого полтергейста По одному настою открытия Я действительно сначала вызову всех полтергейстов И только потом сюда всё это дело кину Ух, чёрт подери, я готов, поехали Давайте огнево кликаем И сейчас у нас появится полтергейст, которого, по идее, никто никогда не видел Ну ладно, мы увидим, если чё Только вот знаете, чего я боюсь? Я боюсь то, что он заспаунится где-нибудь за этой стеной Поэтому на всякий случай я создам здесь ещё какой-нибудь слой И вот интересно, он создался или нет? Опаньки, смотрите-ка, в жаровне закончился процесс И давайте чисто ради эксперимента Так и быть, один настой я сюда кину Пожалуйста, сработай! Да, вот он, нихрена себе Я на самом деле ожидал немножечко другое существо увидеть Но это даже лучше, чем то, что я ожидал Вау Ого-го-го-го, вы только посмотрите У него сразу четыре руки И он мне тупо ничего не делает Это шикарно Но насколько я слышал, он умеет подбирать вещи Давайте попробуем Да, смотрите, реально подбирает Так и быть, полтергейст Ты самое безобидное существо, которое я когда-либо встречал Но в то же время очень трудно крафтить Если серьёзно, давай как-нибудь полегче в следующий раз, окей? Просто берём захватчик душ И в итоге запечатываем полтергейста Благо здесь его видно И это хорошо Мы вот так вот сюда кладём Забираем абсолютно все захватчики душ И начинаем снова всё захватывать Так уж получилось то, что этих полтергейстов можно запечатывать Даже без этого зелья прозрения То есть я просто кликал по пустоте И в итоге, тадам Захватчик душ, всё захватил Ай-яй-яй-яй-яй-яй Зачем я тогда столько сил и ресурсов тратил? Непонятно Ну, неважно, пусть будет Принимайте, чёрт подери Миссия завершена Мы готовились к этому очень-очень-очень долго И у нас наконец-то 15 монстров Как вы, наверное, понимаете Мне, по идее, осталось только лишь вызвать смерть Но, на самом деле, нифига подобного Тут такая проблемка получается Дело в том, что мне нужно провести ритуал привязки И, как вы, наверное, понимаете Всех 15 монстров заточить в пугало Понадобится пугало Камень силы Камень некромансии И болин Честное слово, я не знаю, что такое болин Поэтому давайте сразу посмотрим на всякий случай Понял, понял Крафтится просто Этого уже достаточно И давайте теперь посмотрим Как крафтится само по себе пугало Дело в том, что я его ещё ни разу не создавал И... Та ладно, ребята Ребята, представляете? Просто впервые За абсолютно все-все-все-все-все-все-все сезоны Мы, наконец-то, будем в крафте использовать светильник Джека Такого ещё никогда не было Таки это действительно супер-пупер важно Потому что светильник Джека Это вам не хухры-мухры Это довольно сильный светильник Мои познания не пройдут даром Нам понадобится одна тыква И всего лишь один факел И... Та-дам! Светильник Джека создан Спасибо большое Тут можно даже приписать какую-нибудь ачивочку Хорошо, что все остальные ресурсы у меня уже присутствуют Пугало мы получаем И теперь идём крафтить тот самый болин Только для него понадобится изумруд А изумруд у меня только на базе Ой-ой-ой Так-то, по-моему, за всю серию я ещё ни разу не появлялся на станции Надо бы это исправить Здравствуй, станция! Ну как ты тут поживаешь-то? Всё хорошо Тут у меня, по идее, создавалась резонирующая солнечная панель Она создалась Ну-ка, ну-ка, да, создалась Таки, конечно же, не дело всё это оставлять без дела Поэтому мы просто берём и создаём ещё одну резонирующую солнечную панель Спасибо большое А вот ночь я не особо люблю Вот так вот намного лучше Спасибо большое И давайте снова проверим Понадобится изумруд, кости, железный слиток Без проблем Так, всё, давайте я вам тупо скажу, что я готов И это будет правда, потому что я действительно готов У меня абсолютно все ресурсы собраны И мы сейчас вызываем абсолютно всех призраков Банши и полтергейстов О-о-о, я на самом деле дико волнуюсь Последний раз я так волновался тогда, когда убивал дракона Хаоса Серьёзно вам говорю Ну что ж, приступаем, вызываем Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Наушники наденем А вот теперь, конечно же, можно Поехали Здравствуйте, здравствуйте, здрааааствуйте Полсердечка оставил, придурок Пипец Ещё бы чуть-чуть и меня бы убил этот призрак Я тупо ничего не слышу Серьёзно, вообще пустота в Майнкрафте Как только я надел наушники Конечно же, на этот раз давайте будем немного поаккуратнее Будем вызывать их как-нибудь Тихо-тихо-тихо Вот здесь, например Обачки, кнопочки Спасибо Теперь Банши Это, наверное, пока что самое безобидное Далее идёт снова призрак Тоже без проблем Спасибо И, конечно же, снова призрак Спасибо большое Всё, здесь, по идее, все захватчики душ закончились Идём теперь к сундуку И забираем последнее Пипец, я волнуюсь Серьёзно, вам говорю Ещё один призрак Да куда ж больше-то, ё-моё Два сердечка оставили Блин, задолбали уже Усё Абсолютно все вызваны И получается всё, что мне остаётся сделать Это нажать правую кнопку мыши Но, если честно, я боюсь это делать Потому что что-то мне подсказывает Что что-то пойдёт не так Так-так-так-так-так-так-так Всё, я не волнуюсь Не волнуюсь Ещё раз не волнуюсь Давайте закинем вот это Закинем вот это Чтобы всех полтергейстов видеть И, получается, нажимаем правую кнопку мыши Боже мой, всё работает Так-так-так-так-так-так СМЕРТЬ А, я не знаю, снять мне наушники или нет Но, наверное, всё-таки лучше снять И надеть шлем Дракона Ну-ка, СМЕРТЬ, СМЕРТЬ, СМЕРТЬ Ё-моё Да там даже призраки остались Вы серьёзно? Ай, да ладно Нифига себе Смерть оказывается Плохо. Эм, подождите-ка, серьёзно? То есть авторы этого мода не предусмотрели то, что эту смерть можно будет убивать с полёта? То есть она мне тупо ничего не делает, офигеть. Хотя это мы ещё, конечно же, посмотрим. Давайте попробуем её ударить. Ать-ать-ать, да ладно, чё, я не могу ударить? О, отлично. Просто сейчас реально в шоке. Мы увидели смерть ту самую. Нифига себе, она быстро так-то регенерирует. Надо быстрее её убивать. Где мой лук? Извините, мистер Смерть, но действительно у меня есть мега супер-пупер лук. И с помощью него я вас смогу не убить. Серьёзно, не получается, жесть. Тогда поступим кое-как иначе. Просто будем бить её по ногам, вот только она куда-то пропала. Смерть, алло, куда ты пропала? Иди сюда. Ага, вот она, здравствуйте, здравствуйте. Неужели каждый удар она будет телепортироваться? Так-то будет тяжело таким образом убить. Честное слово, я даже иногда тупо удар не могу нанести, зато она-то успевает. И в итоге мне надо как-то регенерироваться, что ли. Плис, Смерть, ну куда ты снова ушла? Пожалуйста, появись, я тебя уже ненавижу. Капец, она полностью отрегенерировалась. И каким образом действительно я её должен убивать, если постоянно она регенерирует? Да пожалуйста, Смерть, я тебя умоляю. Ну хватит уходить от меня. А ну-ка давай нормально поговорим. Я тебя умоляю, 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 умоляю. Честное слово, я даже не могу представить, как бы я убивал эту Смерть, не имея полёта. Вот просто не могу представить и всё. Так, в итоге Смерти я снял примерно четверть ХП, но она снова куда-то исчезла. Окей, раз, два, три. Для меня борьба с этим боссом просто шок какой-то, серьёзно. Меня тупо бесит постоянно ждать, пока она ко мне телепортируется. Потом я бью, убью, убью. И потом она снова телепортируется. Потом я снова бью, убью, убью. Капец, скучно, серьёзно, Смерть. Ну выкинь ты хоть что-нибудь, хоть фаербольчик какой-нибудь. Ну это же действительно скукотень. Хотя она всё-таки умудряется меня даже почти убивать. Остались считанные удары, ребята, остались считанные удары. Я её убил, капец, скучно. Просто опупеть не встать. Кто бы мог подумать, что это грёбанная смерть? Нифига себе, сколько акул! Охренеть, серьёзно, это что за сборщик такое? А ну-ка, акулы, давайте идите сюда, идите, идите ко мне, мои миленькие, идите в жопу теперь. Вот так вот намного лучше. Так вот, грёбанная смерть. Кто бы мог подумать, что у неё в козыре всего лишь телепортация, серьёзно? Вау, вы только посмотрите, какая книга мне выпала с этой смерти. Это же заговор огня второго уровня. Вау, просто жесть. А также мне выпала какая-то робо смерти. Мне на самом деле писали о том, что если собрать абсолютно всю броню смерти, мы можем вызвать самого себя и сразиться с самим собой. На самом деле, вот это уже интересно, действительно сразиться с самим собой, то есть собственным клоном. Только, опять же, мне нужно собрать абсолютно фулл сет смерти. Ну-ка, давайте попробуем это надеть. Ох, ты ж, ё-моё, какой красавчик. Прям такой пиджачок, знаете. А, слушайте-ка, наверное, я возьму сейчас и вот в этом самом пиджачке. Буду понемножечку заканчивать данную серию. Капец, у меня мозг просто плавится и разрывается шаблон. Потому что вы, наверное, прекрасно понимаете, я готовился к этому боссу несколько серий. Даже, наверное, из десяток. И получил вот это? Какую-то жалкую телепортацию и пробивание через броню. Ё-моё, я реально этого не ожидал. Я думал, что будет что-то поинтереснее. Что мне ещё выпало? Ой, да ладно, череп выпал. Ну и вон нафиг, скажем так. И да, действительно, в таком офигительном пиджаке или же просто робе я заканчиваю. Собственно, что же я хочу сказать вам. Я искренне надеюсь, что вы не забудете поставить лайк. Потому что благодаря вашим лайкам появляется громадная мотивация снимать и выкладывать серии намного чаще. На эту серию было потрачено, ну, просто уйма времени. Поверьте мне, паузы были долгими. А самое главное, их было много. Вот если вы неравнодушны и действительно смотрите этот момент, я вас умоляю, пожалуйста. Фух, ладно, а со своими кипячёными мозгами я могу сказать только одно. Дело в том, что если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был такой деловой Рома. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok